Киргизия на два дня стала центром большой политики. Бишкек принимал глав государств двух основных партнерских союзов, ЕС и АТКБ. Глобальными темами были безопасность в регионе и новая евразийская интеграция. Но, по сути, самым важным словом этих встреч было именно слово безопасность. Да, Евразия – это вопрос экономики, торговли, таможни. АТКБ – это военный союз. Но, получается, они одинаково важны. Экономический союз как общая подушка безопасности и коллективная безопасность для защиты общих границ и борьбы с общим злом. Но, чем была важна именно эта встреча, как расширяется география союза и кто еще пришел к нему с дружбой, Анна Воропай передает из Бишкека. Он стал президентом всего три месяца назад и уже готов протянуть руку всем проверенным временем партнерам. Появление Игоря Гадона сместило акценты встречи в Бишкеке. Теперь уже говорили не только о своем внутрисоюзном, а и о том, чего хочет Молдавия. Вы знаете, что по всем социальным опросам большинство граждан Республики Молдова открыто выступает за интеграцию Евразийского экономического союза. Игорь Дадон на заседании Высшего Евразийского экономического совета гость особенный. Он не входит в пятерку участников. Клуба, конечно, не сокрытого, а скорее больше напоминающего семью, где добрым гостям как дома раскрывают объятия. Кишнев официально предоставили статус наблюдателя. Желания, обнищавшиеся за дружбу с Европой Молдавией, проигнорировать не могли. Приветствовать и поддержать намерения Республики Молдова о получении статуса государства наблюдателя при Евразийском экономическом союзе. Неудивительно, что Европейский экономический союз притягивает новых участников. Пять стран – Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия. Для подчеркивания равноправия их принято называть именно так, в алфавитном порядке. Это седьмая часть суши. Самый настоящий экономический материк с населением почти в 190 миллионов человек. Два года назад к нему официально присоединилась Армения. В Ереване решили – лучше таможенный союз в руках, чем европейский в небе. В 2016 году в Армении наблюдалась положительная динамика в объеме валов внутреннего продукта, оживление экономической активности в промышленном секторе, в области сельского хозяйства и секторе услуг. И так не только в Армении. Без союза страны прошли бы мировой кризис большими потерями. Объединившись могли не просто продержаться, а в условиях падения глобальной экономики продемонстрировать рост. Можно с полной уверенностью сказать, что наш общий рынок сработал в качестве своеобразной подушки безопасности, несмотря на определенные издержки, связанные с внешней конъюнктурой, которая сложилась неблагоприятно. Объем взаимной торговли вырос на 38%. Это очень приличный темп, и АЭС каждым годом расширяет границы сотрудничества. Уже действуют соглашения о свободной торговле с Вьетнамом, ведутся переговоры с Китайской Народной Республикой, Израилем, Сербией, Египтом, Индией, Сингапуром. И уже упоминали здесь о наших контактах и соответствующей работе с Ираном. Мы также контактируем активно с Шанхайской Организацией Сотрудничества, ОСЕАН и другими организациями. А это уже построение глобального экономического пространства, в сотрудничестве с которым заинтересованы не только бывшие партнеры по СССР. Это свобода движения товаров, свобода движения услуг, свобода финансов и свобода трудовых ресурсов. Свободные миграционные потоки хороши для интеграции, но с другой стороны усложняют работу в сфере безопасности. Меры по противодействию терроризму президенты обсудили отдельно уже в формате ОДКБ. Если в ЕАЭС важно свернуть горы препятствий в экономике и снести все границы в торговле, то в ОДКБ наоборот обеспечить максимальные заслоны для безопасности. Но встречи в таких разных форматах проходят друг за другом. Это только кажется, что не сочетается, но одно без другого работать точно не будет. Экономике нужна безопасность. Президенты обсудили нюансы во время неформальной встречи, закрытой. Отсутствие каких-либо комментариев от первых лиц только подтверждает серьезность разговора. Судя по всему, он был предельно откровенным. Журналистам удалось выяснить, речь шла об Афганистане. Круг проблем Владимир Путин очертил в своем интервью накануне встречи в Бишкеге. Мы знаем уже примеры, очень трагические примеры, когда с территории Афганистана осуществился прорыв боевиков. Вот на территорию Киргизии, например, было такое несколько лет назад, когда приходилось применять вооруженные силы для борьбы с этими банформированиями. Именно поэтому на границе с Афганистаном в Киргизии, в Таджикистане стоят наши военные. Это тот самый фактор стабильности в регионе. Я могу смело предположить, что ситуация в этих странах была бы неконтролируемой на сегодняшний день. И, скорее всего, политические процессы, экономические процессы и там, и там уже сегодня стали бы жертвой войн между туристическими группировками и наркокланами. Евразийский экономический союз ждет большое будущее, уверены лидеры всех стран-участниц встречи. На прошлое показало, что принятые ранее совместные решения оказались верными. Глобальные вызовы дня сегодняшнего определены, и преодолеть их проще, когда мы не поодиночке, а все вместе. Что в экономике, что в сфере безопасности. Анна Вропа, Илюна Буровицкая, Владимир Сотников, Андрей Сорокин, Евгений Стряха. Пятый канал. Бишкек. Киргизия.